Поэтому всегда, когда ваш метод может бросать исключение, при этом он имеет сайд-эффекты. Ну, смотрите, что такое сайд-эффект? Да, вот синус сайд-эффектов не имеет. Я взял синус, дал ему аргументы. 17, он мне вернул синус. Если он сломается, ничего в мире не изменится. Синус вообще ничего в мире не меняет. Он получает число аргументов. Вы даете ему аргумент, он возвращает вам значение. Если он сломается, не страшно. Плохо, когда вы даете кому-то аргумент, и он поменяет, например, базу данных. Тогда если это что-то сломается, вы не знаете, изменил базу данных или нет. В моем случае, метод лог имеет сайд-эффект. Исключение вылетело. Вопрос, нод так и заблокирован или нет. Потому что я знаю, получается, что если я второй раз вызову лог, он заблокирован. Короче, у меня контракт такой. Если лог бросил исключение, блокировка не сработала. Не смог захватить. Теоретически эта идея такая. По моему, одного связанному списку, это как бы откуда исходил, бродит куча потоков. И они одновременно меняют что-то. Чтобы я спокойненько вызывал эти методы и знал, что никто другой мне не мешает, я должен ногу заблокировать. Идея, в общем-то, такая, новопоточная. Если я вызываю метод лог, а другой поток ее залочил, то я зависаю, и когда он делает анлок, у меня система размораживает, и я работаю, я просто не замечу. Это как бы источник этой лабородки. То есть первое правило. Я в левом случае вызываю анлок, даже если не смог залочиться. Раз. Второе. Тут, естественно, нигде нет этих, ну вот, проверить сто раз. То есть на самом деле, возможно. Мне нужно сказать отдельные методы, типа hard block, даешь ему tail, и потом сто раз пытается вызвать блок. А также, например, это hard get value, hard set value. То есть вставлять, ну вот это может, надо попробовать сто раз, вот это попробовать сто раз, и вот это попробовать сто раз, и вот это попробовать сто раз. Ну, нет. А блок у меня железная. работает. А раз больше, то можно сюда. То есть если тут наставлять вайлов, получится жуткая простая. Желательно это вынести в виде метода, и тут будет, ну, не tail lock, а типа hard tail lock, даешь ему tail. Вторая тема, что здесь, сейчас смотрите, да, это система. Я просто, смотрите, тут куча методов, которые срос и интераптед эксепшен. Я сделал, чтобы компилятор пропускал, а я с вами это обозначил срос и интераптед эксепшен, и те все вроде как хорошо. Ну, на тракте речь. Проблема в чем? Это как раз тот случай, когда, то есть, на котором вот надо очень, те случаи, те сценарии, ради которых нужно, чтобы обработка исключений просто от зубов отскакивала. у меня есть система, у меня есть внутреннее состояние, у меня это односвязный список, да, есть флажки залочен, залочен, залочен. Когда я подошел к списку, он не залочен, правильно? я этот залочен, потом этот залочен, этот разлочен, или там разлочен, залочен, разлочен, залочен. Если я сломаюсь, я просто говорю, а, черт с ним, пишу, srobs interrupted exception. Тут куча-куча методов, которые кидают interrupted exception. Мне лень тут писать try-catch, evile, я прямо, а, черт с ним, пишу, srobs interrupted exception. Все в том, что теперь любой метод может сломаться. Я вылетаю отсюда, srobs interrupted exception, но я состояние не восстановил. Пример, когда эта штука работает в кримии. Я зашел, сделал tail lock, первый раз. Тут сделал tail lock, хорошо. Я делал, tail get value, only how interrupted exception. А, нет, так. Лучше не ложки, или походе. Тогда мы умеем. А, да, тогда хорошо. Лучше найти до следующего шага, когда тот остается, первый заблокирован, и он снова и второй заблокирован. Да, то есть в этом смысле хорошо. Единственный плохой сценарий, сейчас я вижу, значит lock unlock. Если я вызвал tail lock, а не получил exception, бросает сюда, я разлочиваю незалоченную ноду, и это считается, система плохая. Что при этом происходит? Зависит от моего новопоточной библиотеки. То ли, пытаясь разлочить незалоченное, я ломаюсь, получаю какой-то exception, bad, 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 exception. либо на самом деле система продолжает работать, потому что там внутри с ума сходит там. Вот. А как определить залоченное ноду? Нельзя. Вы должны помнить, ваш последний вызов метода lock, когда вы вызвали мелан-тед-лок, он либо возвращает void, либо вы вызвали lock, и exception не произошло, значит он залочен. Если вызвали lock, оттуда exception, значит не залочен. можно искусственно его не больше возвращать, а что-то не думает, можно перегруппировать это. Нет, я для вас придумал специальный дурацкий акт. Привыкайте к жизни. Это писал не индус, это очень умно, но очень дурацкий. Так, все, лекция закончена,